Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Барклай сообщил, что Юнфоллоу и Веретинг пользовался популярностью, и тысячи человек присылали восторженные отзывы. Инструментом заинтересовались ученые из швейцарского университета Невшотель, которые изучали влияние соцсетей на жизнь людей. В своем блоге на сайте Slate разработчик рассказал о том, как пришел к идее приложения. «Я до сих пор помню чувство, когда впервые отписался от всего. Это было почти чудо», — признался Барклай. «Я ничего не потерял, так как все еще мог видеть своих друзей и группы, обращаясь к ним напрямую. Но я обрел потрясающий контроль. У меня больше не было соблазна прокручивать бесконечную ленту контента. Время, которое я провел в Facebook, резко сократилось, а моя зависимость от соцсети стала более управляемой. Но представителям социальной сети такая самодеятельность не понравилась. Они прислали Луи письмо с требованием прекратить противоправные действия. Компания потребовала, чтобы я убрал инструмент из Chrome Store. «Еще мне сообщили, что навсегда отключили мою учетную запись в соцсети, которая была у меня более 15 лет», — написал Барклай. По его словам, Facebook был его основным способом поддерживать связь с семьей и друзьями по всему миру. Разработчик опубликовал и текст письма от Facebook. Его особенно удивило требование предоставить все домены, которыми он владеет.